Всем огромный привет! Меня зовут Марина и я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам представить свою готовую работу. Это сюжет от Dimensions, код набора 13693 Honey Bear. Как мы знаем, это медовый мишка. Итак, дизайнер этой работы у нас Доут Кнутсон. Размер готовой работы должен был получиться 36 на 23 сантиметра, но работа у меня получилась 35,5 на 22,5 сантиметра. По полсантиметра с каждой стороны у меня работа под силой. Но, скорее всего, это после стирки. Итак, вышивала я этот сюжет на конвей 14 каунта цвета Beige Bestex. В работе у меня были нитки, как и оригинальные Dimensions, так и SHS и PNK. Частично перевод был сделан изначально с сайта Zlataya, но корректировала я цвета уже по переводу Дуняши Cross Stitch. Вот так. Ну, давайте, вы видите, что мне должно было получиться. Вот такой вот мишка мне должен был получиться. И сейчас я разверну саму работу, и мы о ней поговорим немножко подробнее. Собственно, вот так выглядит готовый результат. Безумно мне нравится то, что у меня получилось. Работа получилась яркая, красивая. И вполне себе такие приемлемые переходы получились. Итак, в работе использовалось 28 цветов. Из них в кресте у нас 28 цветов. Также в кресте было 6 блендов. В полукресте у нас 11 цветов и 2 бленда. Это бэкстич выполнялся 6 цветами ниток. И фрузилки двумя цветами выполнялись. И в 2 ниточки. Так, ну, что я хочу сказать по этой работе в целом. Работа вышивается очень легко, поскольку вся вот эта вот часть работы это полукрест. Полукрест идет в 5 ниточек, но я выполняла его в 4 нитки, потому что я вышивала нитками СХС, а они немножко толще. И из-за этого эффект получается по сложению нитей точно таким же. Так, вот эту часть работы, вот этот самый темный зеленый оттенок я выполняла ниточкой ПНК. И ее я складывала, естественно, в 5 сложений, потому что она практически по толщине напоминает нитку Dimensions. Вот. Использовалось также у меня в этой работе 4 оригинальных оттенка ниток Dimensions. Конкретно это вот этот самый темный оттенок, вот этот посветлее оттенок. Далее вот здесь вот оттенок серый у меня здесь использовался. И еще что-то я помню вышивала оригинальной ниточкой. Но уже не вспомню именно в каком месте. Ну, не столь важно. Главное, что самые главные коричневые вот эти оттенки, самые темные, которые меня смущали. В фоне я использовала нитки по переводу, а в самом медведе я вышивала оригинальными ниточками. И бэкстич на медведе я выполняла оригинальной ниткой. И в занавеске я вот выполняла темный бэкстич оригинальной ниткой. То же самое касается вот этой лейки. Фрузилки на леечке. Это все выполняется оригинальной ниткой коричневой. Что же касается вот этих баночек, вот этого деревяшки, вот этих двух, трех баночек. Все это выполняется бэкстичем уже по переводу. Из интересностей вы здесь можете наблюдать вот такие вот темные участки, более затемненные. Это крест в три нити в бленде. То есть два оттенка одной ниточки и один оттенок другой ниточки. Так, ну что касаемо вот этих вот интересных переходов на колесах, они такие же идут и в оригинале. Я сейчас покажу вам работу немножко поближе, чтобы вы могли рассмотреть, как это все выглядит. Вот, собственно, здесь я уже вам говорила, что я выполняла бэкстич, вернее, выкладную ниточку. Но после стирки она немножко у меня подсела, нужно будет подправить, потому что вот здесь вот у меня я выполняла вот это выкладной ниточкой и у меня здесь бэкстич после стирки вообще деформировался и я была вынуждена его подтянуть. Я его подтянула и подкрепила ниточкой. Вот здесь вот у меня вышивался бэкстич темно-зеленым цветом в пять ниточек. Мне кажется, смотрится все хорошо. А еще я вспомнила, какая ниточка вот здесь вот эта темно-оранжевая нитка, а у меня оригинальная нитка Dimensions. И многие задавали вопросы, кто же это все-таки, муха или пчела. Но я все-таки думаю, что это пчела, потому что здесь такие вот полосочки есть на спинке. Скорее всего, это все-таки пчелка. Так, что же касаемо вот этих вот переходов на медведя, они вполне себе такие приемлемые, мне кажется. Бант у меня получился от совсем других оттенков, поскольку у меня не было тех ниток, которые должны были быть по переводу. Они как-то не совсем хорошо получались. И я брала нитку, которую переводила Галя, вот этот светлый участок, и блендовала ее с немножко светлее оттенка. Мне кажется, что в целом в переходах получается все очень-очень даже красиво. Вот, издалека мне кажется, что переходы получились достаточно хорошими. И как мы видим по картине, вот, скорее всего, здесь вот находится у нас окошко, и солнце у нас светит вот на вот эту лейку. Дальше оно отражается на мишке и вот на занавеске, потому что падает такой вот блик как бы с окна. Вот правая часть работы получается как бы темнее, да, а вот левая сторона все-таки светлее. Немножко я помучилась вот в этих вот цветочках, потому что они у меня пошли напоследок. Я себе так разогналась, думаю, я сейчас вот это вот быстренько за 4 дня забабахала, вот эту часть, и дальше мне пойдет легко. Мишка немножко сложно вышивался, потому что он вышивается, во-первых, крестиком, а во-вторых, смешение оттенков коричневых идет. Крестики там не совсем такие себе идеальные, но вполне себе приемлемые. Вот этот полукрест я думала, что у меня быстренько пойдет, но ничего подобного, быстренько он у меня не пошел. Я думала, что я его себе там за вечерочек вышью, но нет, за вечерочек у меня его вышить не получилось. Два вечерка я потратила на вот этот монотонный полукрест, но в результате смотрится очень-очень красиво. То же самое касается вот этой вот лейки, у нее переходы получились тоже красивыми. Если мы работу, например, отдалим, и мы посмотрим на нее издалека, то вот эти переходы, они получаются очень-очень классными. Ну, что еще хочу сказать, девчонки? Вышивайте, потому что работа легкая, работа простая. Единственное, что вот крестиком вышиваются все баночки, вот это вот повозка, мишка и лейка. Ну, естественно, цветы. Вот этот полукрест, он вышивается очень-очень легко. И если на картину смотришь издалека, вот этот участок, вот это как бы стол стоит, оно так интересно смотрится, и в результате получается очень-очень красиво, когда картина находится на стене. Я очень хочу оформить эту работу, и она, скорее всего, у меня будет оформлена. Я, скорее всего, в этом месяце закажу ей оформление. И как оформлю, так сразу вам я покажу. Давайте я вам сейчас покажу, что у меня осталось после вышивки этой работы. Значит, девчонки, в первую очередь, кто хочет вышивать эту работу подбором, смотрите, вот расход ниток, это сортинг лист или же расходный лист по нитям, перевод ниточек и сколько пасм нужно той или иной нитке. Так, смотрите ключ, если идет какая-то нестыковка в том, скажем, переводе этом, потому что здесь есть исправление. Смотрите, здесь как переведены нитки, вышивала вот по этому ключу. Здесь могут быть ошибки. Вы здесь смотрите количество пасм, а вот здесь вот смотрите те ниточки, которые должны быть. Но это если вы надумаете вышивать эту картину подбором. Далее, моя схема. Схема у меня была качественная, как я вам говорила, это у меня скан с оригинальной схемы. Схема у меня была просто вот так с четырех листов склеена. Она распечатывается так, что скан хороший, потому что совпадают все листы. Я ее себе там сгибала и пользовалась ею, как мне там было удобно. По ниткам. По ниткам, девчонки, я вам ничего не скажу, потому что я изначально допустила грубую ошибку. Я навешивала ненужное количество пасм, ну, к примеру, меньше навешивала. И получается, что я много ниточек докупала. Единственное, что я знаю, что нужно много нитей. Вот 632-й, вот этой, которая идет в фон, и полукрест в 5 ниточек, она уходит ее очень много. То же самое касается 839-й, по-моему, нитки, которая также у нас используется и в фоне. Сейчас я посмотрю. 938-й нитки много уходит, 839-й нитки много уходит, потому что эти ниточки, они идут на зашивку фона, и они в кресте и в полукресте. Их используется очень много, и они используются везде. Вот. Ну, собственно, наверное, это и все, что я бы хотела рассказать по этой работе. А там уже судить вам, как вы считаете, как вам эта работа вышита подбором. Еще раз повторюсь, что я видела отшив этой работ только у Нади, а я рукодельница, которая вышивала этот сюжет по набору классик дизайн. Не видела я эту работу, вышитую ниточками Dimensions, вернее, по оригинальному набору. Но то, что получилось у меня, меня вполне устраивает. Единственное, что немножко я расстроилась, потому что я выбрала канву светлее, нежели та, которая идет в оригинальном наборе. В оригинальном наборе канва идет немножко потемнее, и вот этот пол, вот эти доски, они как бы сливаются с вот этим фоном, и смотрятся немножко красивее. У меня же канва такая светло-светло-коричневая. Ну, давайте я еще немножко вам покажу поближе работу свою. Фрузелочки в глазках у медведя. Вот эта занавеска, она как настоящая. Вот здесь вот такие красивые вот эти подхваты, как цветочки. Вот непонятно, то ли это подсолнухи, не подсолнухи. Вот, вот так смотрится. Вот этот бэкстища, еще раз повторюсь, выполняла выкладной ниточкой. Моя баночка, которая была вышита, одна из первых. Вот это вот леечка, очень-очень красивая. Бэкстища выполняла в одну ниточку, просто проходил, это вообще-то бэкстичью две нитки, но я его вышивала, проходила с одной ниточкой два раза. Мне кажется, так бэкстичь в две нитки смотрится аккуратнее, после стирки он практически не разъезжается и не расслаивается. Я рада, что мне хватило оригинальной нитки вышить бэкстичь на вот этой вот леечке. У меня сюда пошли оригинальные нитки от Лабрадора, которые я раздербанила на своих львов, и те нитки, которые туда не пошли, пошли сюда. Кстати, светлые коричневые и темно-коричневые оттенки сюда как нельзя, кстати, подошли. И по количеству, и, скажем так, по цветам. Ну, наверное, на этом у меня все. Я рада, что я закончила такую замечательную работу, и я рада, что в рядах моих медведей все-таки прибавилось, и я вышила еще одного мишку. И я надеюсь, что это не последний медведь, который я вышиваю в этом году. Будут еще. И если вы хотите наблюдать за отшивом последующих медведей, оставайтесь на моем канале. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание и всем пока-пока.